Да, конечно, дом огонь. С крыши надо срочно что-то порешать. Ещё и дырка эта. Нафига я её сделал. Бэкст, 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 он там! Быстрее, туда! Приветичи! Мы находимся у меня в картонном домике, где нахожусь картонный я. Да, мы продолжаем играть в картонную жизнь. В прошлой серии мы сделали вот такой вот чудной домик. Я не знаю, может быть его снести? Нафига он такой вот убогий нужен? Ну, серьёзно, я потом себе другой нормальный дом сколочу. Также мы сделали крутые доспехи каменные, каменно-картонные, как их тут называют. Они сейчас на мне надеты. Ну и также каменно-картонный меч. Вид от первого лица, ага. Вот такой вот кинжальчик, смотри. О, шикос. Это намного покруче, чем обычный картон. Так, значит, мне вот интересно, дом-то я смогу разобрать? Или мне его придётся рушить? Не, да ладно, вы издеваетесь. Да как так? Я даже картонными своими мощными ручищами, как их здесь называют, картонные руки-базуки не могут развигарить этот карточный домик. Фиг с ней, с этой картонной лачугой. Пошли-ка мы искать волка. У нас по заданию нужно победить волка. Только где его искать, это, конечно, сложный вопрос. О, вы голодны? Хм, а, у меня же ягоды есть, подожди. Вот так вот, сейчас ягодок поедим. Отлично аппетит восполнился. Что это такое? Это что, медведь? Картонный медведь. Достаём наш кинжалик. Так, надо его обойти, потому что я думаю, что он нас ушатает. Вообще, как нефиг делать, свои картонные лапы как шатанёт. И всё, шатала нас эта медведица. Значит, продолжаем поиски нашего волка. Медведь нам точно не подходит. Где же волк? В общем, нам нужно ушатать волка и добыть с него шкуру, чтобы сделать себе, наверное, штаны. Это что здесь было? Ты слышишь? Такое ощущение, что где-то отряд армейцев шагает. Что за дела? Что там на горе происходит? Я хочу туда подняться. Это будет сложно, но я постараюсь. Включаем нитро. Бежим, бежим, бежим. О, слушай, да я вообще как лёгкий атлет забрался на эту горочку. Чё здесь? Кто здесь? Слушай, здесь уже никого нет. Видимо, все ушли. Хм. Бегаю, бегаю я здесь по лесу. Медведей встречаю. Они здесь вообще на каждом углу. Смотри, вон там, вон два медведя. Вон там стоит и вон там. Здесь какие-то крылатые феи появились. Это вообще чудной мир. Что это за крылатые феи? Кто это вообще такие? Это летающие олени? Вы серьёзно? Ой, не. У него есть рога, конечно, но это не летающие олени. Это какой-то злобный фей. Давай-ка попробуем его нашим шикарным мечом заколбать. О, тихо, тихо, тихо. Вид от первого лица меня развернул. Дриада. Это дриада. Господи. Ну и название. Гу-у-у-у. Давай, шутка. Последний удар. Есть. Так, что я с неё собрал? Грубая шкура и сырое мясо. Это мне пригодится. Ты слышал? Это волк воет. И кажется, вон он стоит. Отлично. Мы нашли волка. Осталось только его ушатать. И я как раз голоден. Надо перекусить чутко. Ништяк. Мы наелись. А вон там волк стоит. Даже два. Сейчас-то мы с ними разберёмся. А ну, волки, идите сюда. Ты посмотри, какие у них глаза. А, они дырявые. Дырявые глаза у волка. Или нет, они жёлтые. Они жёлтые. О, иди сюда, пёсик. Ч-ч-ч-ч. Хочешь меня облизнуть, да? Ну-ка, давай попробуй. Ага, нифига себе, ты облизываешь. Пол моей картонной руки откусил. Ах ты негодяй. Плохой пёсик, плохой. Давай. Ложись спать. Ништяк. Задание выполнено. Сырое мясо, а шкура... А, вот она, шкура. Собираем шкуру. Что нам теперь нужно сделать? Давай откроем журнальчик. О, вот это карта. Ты посмотри, мы только вот здесь вот. А вот там вот, где черепок, там по-любому есть сокровище. И мы до них доберёмся. Что дальше, мой картонный дневник? Значит так. Тёмная ночь. Разместите простую кровать. Это будет ваше место возрождения. Блин. А я же так далеко от домика ушёл. Ну, слушай, в том домике даже кровать не разместить. Там... Это кто-то кричал. Ты слышал? О, ещё один пёс. Война идёт. Калашмарь его. Получай по своей картонной лохматой черепухе. Ещё мясцо. И ещё шерсть. Ну, слушай, теперь я думаю, что зиму я переживу. Соберём этих ягод, листьев. Что это? Я не знаю, что это за дерево такое. Сейчас посмотрим. Ага. Звёздная ягода и растительные отходы. Ты слышал? А, это волк. Вон, 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 вон. Здесь очень надо хорошо прислушиваться, чтобы не влезть в какие-то приключения. Чтоб на тебя кто-нибудь не набросился с тыла или ещё что-нибудь. Давай-ка, ведь мы... Ми отключены от сервера. Пока что нам часто требуется перезагружать сервер, но мы надеемся вскоре исправиться с этой проблемой. Простите за доставленные неудобства. Да что бы у вас? Я только сел поиграть. Трещины в картоне, ты посмотри. Да здесь прям можно разведочный пункт устроить. Вот это прикол. Значит так, нам нужно с тобой сделать что? Первым делом это факел. Сейчас мы с тобой наконец-то разожгём костёр. Ты узнаешь, что будет с этим картонным миром, если я зажгу здесь спичку. Значит, крафтим нашу... А, точно, мне же надо нарисовать факел. Значит, какой у нас факел будет? Может, просто палку такую вот? Хлопыш? Нет, тонкая палка не прокатит. Ладно, значит, будем рисовать нормальную палку. Как дубину. Вот такая вот дубина. Здоровая. Это будет факел. Похоже на дверь, слушай. Мы здесь, конечно, вырежем вот такие вот отверстия. Да. Все думали, что факел это палка с огнём. На самом деле, нифига. О. О, вот так вот. Пойдёт, создаём. Факел готов. Итак, я включаю вид. О, жесть. Ты посмотри. Включил я вид от третьего лица, и всё, картонное дно просветилось. Я вижу всё. Офигеть. Вот это, конечно, не очень хорошо. Достаем наш крутой факел. Девяточка. Ты посмотри. Он как реально дверь. Как какой-то щит у меня в руке. Офигеть. А ну-ка, от первого лица, если я посмотрю. Да, вот это роскошно, конечно, если я сделал всё. О. День настал. Мы проторчали всю ночь в этой пещере. Но нам всё равно нужна кровать. Иначе мы дальше не продвинемся. Значит, открываем наш инвентарь. Смотрим, где тут кровать. Ага, нашёл. Вот она, кровать. Простая кровать. Тут даже есть двухспальная, точнее, двухъяростная кровать. Есть царская кровать. Смотри, простая большая кровать. Господи, сколько здесь кроватей. Зачем они? Я же тут не собираюсь семью разводить. Но главное есть, и хорошо. Значит, нам, чтобы построить кровать, нужно достать дубовую древесину и шкур волка. Шкур волка у нас целых четыре штуки. Осталось только дубовую древесину найти. Берём, значит, наш топорик. Топорик. Блин, как здесь страшно тут. Все ревут, воют. Жуть. Это дуб? Я надеюсь, что это дуб. Давай-ка мы его срубим и узнаем точно, наверняка дуб это или нет. Шимиии! С дерева падает. Бух. Так. Дубовая древесина. Ух, как мне подфартило. Сразу же дуб рубанул. Значит, делаем кровать. Где кровать? Вот, простая кровать. Мне сейчас надо будет ещё и кровать нарисовать. Какая она зачётная, слушай. Но, я хочу сделать её на свой вкус и лад. Кровать у меня будет вот такая вот штука. Тонкая такая штука. Вот так вот. Здесь будет ещё одна ножка, потому что я толстый. Вдруг кровать сломается под моим весом. Вот так. Это мы ножку сделали. Хм. Ну, в принципе, в принципе, сойдёт. Ладненько. Что у нас вот это вот? Это у нас бочина. Бочина у нас будет, значит, вот такая вот. Смотри. Здесь вот снизу идёт. Вот так вот. Поверху. Здесь бочины потом. И вот так вот. Вот такая штука. О, батюшки. Не очень получилось, но да ладно. Какой-то краб. Перейдём к покрывалу. Покрывалу. А, нет, это подушечка. Подушечка у нас будет аккуратненькая. Вот такая вот. Как настоящая подушечка. Мне же всё-таки на ней спать ещё. Вот такая вот классненькая подушечка. Она, правда, не совсем круглая. Какая-то плоская. Ну да ладно. Ну и, соответственно, покрывало. Покрывало похоже на бабушкину ночнушку. Что это за дела? Надо сделать нормально. Прямоугольную покрывало. Вот такое вот здоровое. Чтобы укутаться зимними, холодными вечерами. А, переборщил. Да. Немножечко я переборщил. Но ничего. Создаём кровать. А, теперь осталось только найти место, где бы установить кровать. Ммм. Ух, какие красивые ели. Я, в общем, не нашёл нормального места, где я могу разместить кровать. Поэтому придётся немножечко покопать. Достаем нашу картонную кирку. И прямо, прямо, ну, наверное, вот здесь вот. Начинаем копать. Размер. Так, тихо. Не урчи там, фея драная. Вкапываемся в землю. У нас будет с тобой это. Землянка. Да. Картонный дом это, конечно, хорошо. А землянка ещё лучше. Потому что, кто знает, вдруг картонный домик сдует ветром. Ну-ка я туда залазю. А, маловато место. Ростом не вышел. Сейчас ещё копнём. Отлично. Лесенку я сделал для спуска. Заходим внутрь. Здесь надо подкопать. О-о-о. Копнул да капнул. Сразу себе студию раскопал, блин. Значит, здесь вот ещё копнём. А чё, неплохо я себе здесь раскопал, а? Апартаменты. Сейчас я тут танхаус намучу. И можно уже на пати друзей звать. О-о-о. Ты видел? Мне показалось, или тут сейчас не было дна? Ну-ка, если мы дальше копнём. Да нет, есть дно. Теперь ставим кровать. Во-о-о. На всю землянку огроменная здоровенная кровать. Значит, поставлю я её вот так. Боком. Устанавливаем. Есть. Ништяк, ты посмотри, какая роскошная у меня. Эй, мне бы не застрять ещё в этой кровати. Роскошная кровать. А я могу на ней поспать? Ну, типа до утра подождать там. Похоже, я не могу на ней поспать. Где мой факел? Ёкарный. А чё, если я попробую поджечь свою кровать? Ну-ка. Не-е-е. Не получается, слушай. Вот же ж, блин, спалить свою кровать не могу. Картонную. Значит, ладно. У нас новое задание разместить настенный факел. Ну, правильно. Я ж не буду всё время в руках факел-то держать. Давай мы сделаем настенный. Где здесь настенный факел? Вот он, настенный факел. Значит, кратким его. Каким он у нас будет? Значит, я его сделаю в виде волчьей головы. Вот так вот идёт голова. Вот это вот у нас будет челюсть. Вот тут вот у нас будет нос такой обвисший. Дальше идёт вот так. Потом идёт челюсть. Злая такая челюсть. Морда какая-то стрёмная получилась. Это какой-то не волк. Что это такое вообще? Значит, всё. Держатель у нас будет вот таким. Ладно, создаём. И размещаем. Размещаем его вот здесь вот. А, здесь нельзя. Значит, вот здесь вот. О! Словно из ноздрей извергается пламя. Да. Ну и прикол. Ну, зато уютненько стало. И я, как всегда, вижу дно нашего картонного мира. А там чё, у нас закат, что ли? Я закат пропускаю. Ну-ка, давай наверх вылезем. О, или это рассвет. Блин, жалко, здесь нету времени, чтобы посмотреть, чё сейчас, ночь? Или день? Рассвет или закат? Вот, красота какая. Ляпота. Всё видно через мои огроменные брови. Лезем в инвентарь. И я хочу сделать себе первым делом это лук. Каменный болт. А нафига здесь болт вообще? А, это... Это болт для стрельбы из арбалета. Не знал, что из арбалета стреляет болтами. Ну да ладно. Я хочу сделать себе каменный лук. Вот. Значит, крафтим себе лук. Лук у меня будет самый простецкий. Хотя, чё простецкий? Давай мы сейчас какой-нибудь крутоцкий. Вот с такой вот извилиной замотим. Вот такой вот, слушай. Это прям мощный будет. С таким классным прицелом. Вот такая вот пушка будет. Хопа. О, вот это я придумал. Слушай. Вот это лук. Такого ни у кого не будет. О-о-о. Слушай, ну это... Да. Каменная какая-то загогулина получилась. Ну ничего. Ну ничего. Из такой загогулины можно пострелять. Теперь мне нужны стрелы. Каменная стрела. Сейчас мы нарисуем... А, стрелы мы рисовать не будем. Ясно. Я уж размечтался. Сейчас хотел себе нарисовать такую стрелу. Но мы сейчас сделаем себе каску. Шикарнейшую каменную каску. Потому что доспех у нас уже есть. Нагрудный-то который. А вот каски нету. Сейчас мы ее нарисуем. Каска у нас будет не простая. А золотая, царская. Вот мы здесь корону рисуем. Вот такую вот. Во-о-о. Такую мощную. А здесь у нас в виде черепка будет. Знаешь, такие зубки. Во-о-о. Такие зубки. И для носа, естественно, место. Во. Во. О-о-о. Нифига себе. Она реально крутая получилась. Слушай. Очень круто вышло. Осталось теперь место для глаз. А место для глаз у нас будет не вот такое вот отстойное. Буквка Г какой-то растянутый. А вот такое вот. Смотри. Во. Наконец-то я пришел к своему концепту. Смотри. Вот такие вот будут глаза. Во. Миштяк. Сейчас создаем. Блин. А на подштанники-то не хватило? На каменные поножи. Я что, буду в картонных труханах носиться? Ну ладно. Буду, значит, в труханах носиться. Одеваем каску. И смотрим на мой роскошный злобный вид. Блин. Жалко, камеру развернуть нельзя. Или можно? Или нельзя? Во. Ну ладно. Теперь меня, наверное, все боятся. Значит так. Нам же надо горн было сделать. И я что-то с доспехами увлекся. Где горн-то? Вот он. Каменный горн. Значит, нам нужен камень. Плотный камень. Где-то надо раздобыть. Ещё несколько штук. А камень мы... Ну вот он, в принципе, камень. Значит, мы сейчас его и раздобудем. Но кирка у меня уже сломалась. Ей чуть-чуть осталось жить. Значит, надо сделать нормальную каменную кирку. Вот такой вот. А для неё нужен камень. Вот штопых, а. Ладно. Доламываем нашу кирочку. Сколько камня ты нашёл, а? Ты посмотри. Сейчас мы тут его раскопаем. Столько, что мне его потом до конца жизни моей хватит картонной. Ну чё, вроде всё. Камня достаточно. Делаем каменную кирку. Хе. Вот это косточка. Хотел кость нарисовать, но... Получилась опять какая-то пурга. А теперь сама кирка. Я её хочу сделать в виде бензопилы, значит. О! Ну, не совсем как бензопила, но... Хе. Эй. Ты посмотри на эту кирку. Ой. Я даже не знаю, смогу ли я что-нибудь ей добыть. Но сейчас мы это попробуем. Кирка готова. Замещаем. Ну-ка, покажите нам кирочку. О! Вот это сила! Вот это мощь! Да с такой киркой можно на кого-нибудь и напасть вместо меча. О, смотри. А чё там таким красным прям горит? А ну-ка, а ну-ка, пойдём-ка туда сходим. Посмотрим, чё это так там... Прям очень ярко-красное. О! У меня жизни отнимаются, я ж голодный! Вот, блин. Я всё время про голод забываю. Фу, хорошо, что у меня были ягоды при себе. Тссс, тихо. Не спугни. Я там такую красоту нашёл, смотри. Где он? Где он? Вон он. Это же павлин, ты посмотри. О, какой он крутой! Слушай. Вот это красавец. Офигенный павлин. Но мы идём вон туда. Почти добрались. Что это такое? Это какой-то живот. Это олень? Или лось? Блин. Ради этого лоса пробежал столько километров от дома. А? Ну чё, лось? Настало твоё время. Опробовать мой лук. Оп. Да ты бешеный. Ты на меня нападаешь. Обычно олени бегут. Это олень-самец? Тогда понятно. Блин, слушай. У него очень много хп. Блин. Его даже стрелы не берут. Всё. Стрелы кончились. Переходим к моему кинжальчику. Получай. Нифига себе, у меня копытом колбачил. Да ты мощный. Ты мою броню каменную не пробьёшь. Олень. Вот так вот тебе. У-у-у. Что это выпало? Чё это за штука такая? Это ДНК? Чё за ДНК? ДНК, ДНК. Ну-ка дай-ка я гляну. Что это? Душа оленя-самца. Душа сильного существа, которое может сделать вас сильнее. Повышение здоровья. Плюс 50. Повышение выносливости. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Чё это за штука такая? Нажимаем нолик. И что теперь? И что, и что, и что, и что? Не, я её использую-то не могу так просто. Чё это за ерундовина? Как мне использу... А, вот сюда её оботкнуть-то надо. Смотри, здесь тоже ДНК нарисовано. Ну-ка. О-о-о. Задание пожиратель душ выполнено. Нифига себе. Ну-ка, а статистика реально у меня поднялась. Максимальное здоровье 566. Если я уберу... Действительно. Круто. ДНК других животных делает меня сильнее. У-у-у. Вот это механика. Вот это прикол. А, кстати, а где мой дом? Откуда я прибежал? Я потерялся. Стоп. Блин. А ну-ка, на карте показано, не? У-у-у. На карте даже моего дома нет. Здесь же есть меточки. Вот. Ай, надо было меточку поставить. Блин. Ну всё. Блин. Это не мой дом. Вот жёваная картонная планета. А, о-о-о. Ну-ка. Ну-ка. Нет, блин, это не мой дом. О, зато руда, смотри, какая. Ну-ка, давай-ка попробуем её добыть. Чё это за руда такая? Хочу её достать. Чё это, чё это, чё это? Медная руда. Отлично. Она-то нам как раз и нужна для горна. Значит, добываем. Но надо не забывать, что я уже почти голоден. Так, значит, а чё у нас там ещё ниже? О-о-о. Нифига себе, вот это туннельчик. Вот это мощно. Мне кажется, или... Мне показалось. Достаем наш факел. Блин. Я думал, здесь проход будет или какая-то тайная комната, как в Гарри Поттере. А здесь нифигашеньки нет. Ладно, выбираемся на поверхность. О-о-о. Нифига себе ты, откуда взялся? Э, демон. Блинский. Блин. Получай по своей бесовской башке картонной. Я ещё и в добавок голоден. Слушай, а это, кстати, был элитный демон. Я у него... О-о-о. Я у него тоже стырил эту ДНК. Где она? Вот она. Душа беса. Значит, вставляем её сюда. Есть! Наконец-то я выкопался. У-у-у. Всё, выбираемся. Блин, и ночь настала. Опять я по пещерам долго ползал. Значит так. Горн у нас почти готов. Осталось только его скрафтить. Крафтим. Е-е-е. Горн есть. Куда бы его теперь только поставить? Давай поставим... Ну... Ну, я не знаю. Давай здесь поставим. Ух ты ж, нифига себе, какой он мощный. Прикольненько. На печку похож. Использовать. Давай попробуем использовать. Для топки используется прочный кусок дерева. Угу. Значит, нам нужна медная руда. Мы её вот сюда кладём. И у нас ещё здесь есть один свободный отсек. Например. Ну, давай. Бриллиант туда затолкаем. Ага. С бриллиантом ничего не выйдет. Понятно. Ну что, давай тогда переплавим. Плавить. Есть. Медный слиток. О-о-о. Ты посмотри, как луна вылазит. Офигеть, как она светится. Интересно. Жесть. Она как будто, знаешь, это... Регенерируется. Вначале было пол откусанной луны. И потом хоп-хоп-хоп. И всё, отрегенилась луна. Сейчас будет целая. Целёхонько. А, там, наверное, горы. Она из-за гор вылазит. Ну, тогда ясно. Какая она классная. Слушай, светится так ещё интересно. Значит так. У нас осталось последнее задание на сегодня. Это сделать вот эту штуку. Где она? Во. Во. Вот эту вот штуку. Ага. Готово. Сейчас мы её поставим. Вот здесь. И что мы с ней можем сделать? Выделка из кожи. О, и что же мне сделать? У меня, в принципе, выбор только либо грубую кожу, либо нитки. Ну, кожу давай мы сэкономим. И лучше сделаем из травы нитки. Есть. Нитки сделал. А задача не засчитала. А, нужно грубую шкуру сделать было. Е-е-е. Ну, всё. Наконец-то. Теперь я шкура дел. Хе. Вот, в принципе, и на сегодня все задачи мы выполнили. Вот. Если тебе нравится, то ставь лайкосик. Пиши комментосик под этот видосик. А, и ещё это. Не забудь подписаться, если ты не подписан. Чтоб не пропустить следующих крутых видосов. Ну, а я на этом с тобой прощаюсь. Тебе спасибо за просмотр. Удачки. И увидимся в новом видосике. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok